Когда люди видели жилетку пресса, многие просто на улице останавливались и благодарили. И у меня такое, неужели это сделали мы? Новость уже вышла, новость уже разошлась. И если ее сейчас снять, то вы получите вторую новость. Я бачила, что на суде Катя Борисевич, судьба, это значит, я сбиралась, я к этой удельнику олимпийских гольня. Если бы этого соперничества не было, его бы стоило придумать. Это была не только работа. Это было что-то больше. Тутбай и онлайнер. Шерлок Холмс и профессор Мариарти среди независимых белорусских СМИ. Непримиримые конкуренты внутри информационной сферы. Но в то же время гениальные медиапроекты сами по себе. Яркими кометами они ворвались в жизнь людей на стыке тысячелетий. И на долгие годы стали флагманами новой отечественной журналистики. И хотя их дороги постоянно пересекались, каждый двигался по уникальной траектории. Хотя вот весь парадокс. Оба проекта стартовали отнюдь не как СМИ, а как интернет-сервисы. И мощность площадок поначалу использовалась для реализации бизнес-целей, а не производства собственного контента. Тутбай при всей его истории и всем его влиянии на даже, скажем так, историю развития Беларуси, это достаточно типичная вещь под названием горизонтальный портал. То есть это сайт, который предоставляет разные услуги в одном месте. И когда мы запускались и говорили о том, что хотим стать белорусским Яху, который, собственно, являлся для нас примером, являлся примером как раз этого горизонтального портала, то есть это одно место, на котором присутствует много сервисов, начиная от почты, новостей и заканчивая, не знаю, афишей или какими-то спортивными сервисами. Онлайнеры – это был больше сайт, там был форум аматоров мобильных телефонов в 2001 году, как мобильные телефоны только-только стали появляться, редкие люди их имели, ну, они стали распосюджаться, а гляды мобильных телефонов, а гляды технологий, которые начали больше активно развиваться, они появились в Беларуси на онлайнеры. Вот, всякая грузная техника, ну, спочатку-то были, конечно, телефоны и компьютеры. Перерастая аудитории, тут и онлайнер постепенно превращались во влиятельные СМИ с качественной журналистикой. Кроме того, они задавали тренд, поскольку, будучи сетевыми концептуально, не мучились с переводом принта в цифру, проблемой, от которой страдали многие печатные СМИ на заре цифровой журналистики. Конечно, удача большая, то, что мы запустились с нужным, востребованным на тот момент, в 2000 году продуктом, да, это была почта, новости, какие-то мелкие сервисы. В отличие от наших коллег-конкурентов, в тот момент мы не брезговали заниматься маркетингом, заниматься пиаром. То есть вот продвижение плюс хороший продукт, плюс команда, конечно. Онлайнер – крутое медиа, потому что онлайнер смог объеднать в свой час вельми классных журналистов и смог зарубить комьюнити с читачев. И онлайнер был, ну, литерально, может быть, одним из первых, у кого была в деле добрая своротная совесть с читачами. И читачи створали, с допомогой читачев створался контент. Онлайнер не был пыхливым николе. Политика онлайнера была, навод, ка ю тебе там умовна не веду, ты шукаешь девчину, которую ты бачу в автобусе, ты можешь с гэтым прийти на онлайнер. И у некальки разов мы так отшуквали людям, допомогали отшукать своих каханых. Вот, и там попросить пробочение у милой, любимой про онлайнер было махчима. И он был вельми близкий для детей. Если бы этого соперничества не было, его бы стоило придумать. Потому что когда онлайнер стал много писать и стал писать хорошо, дерзко, ну, там, не знаю, там, 2011-2012 год, понятное дело, что тут байк, как более консервативное издание. Ему, опять же, тоже пришлось менять стратегию для того, чтобы не потерять свою популярность. И было много каких-то мелких примеров соперничества. Это, например, в каком-нибудь суде, вот, кто быстрее отпишет репортаж. И клавиатура дымилась. Халя я бачила, что там на суде Катя Борисевич с тут бая. Это значит, я сбиралася, як этот, те, удельник у олимпийских гульня. У меня забег, и я павинна там кучей, высшей, в Польшу робить и писать. Потому что вот садись, коли мне конкурент Катя. Хотя мы с Катей в нормальных стасунках, и, алле на праце, мы конкуренты. Все там две хвилины тут бая ранней поставил. Гэта все, гэта разбор палетов на онлайнере. А что ж не так, как былося, чему мы гэтую на вину не поставили ранней. Это здоровая конкуренция между крупными медиа. Ты видишь просто, что у вас есть одна и та же цель. Вы идете к ней разными путями. И это просто мотивирует обе стороны становиться лучше. Без конкуренции тебе быстро становится скучно. Ты просто начинаешь вариться в собственном соку и думаешь, ну, я уже всего добился. Окей. Я здесь главный, я здесь самый клевый. Но так быть не должно. Это вот постоянное напружение, такое отсочивание и ревностное такое ставление по усих фронтах. Что по фото, что по виду, что по текстах, по праце СММ разделов. Это был уголовный конкурент. Мы, конечно, не могли похвастаться вот таким объемом трафика. Тутбай все-таки был на первом месте, онлайнер на другом. Але мы завжды лечили, что наша редакция больше эффективная, потому что у нас было на шмат меньше. Мы робили классный контент, придумали классные темы. Ну, тем не менее, конкуренция, она вот этот задор, адреналин давала у праце каждый день. Впрочем, соперничество оставалось в стороне, если издания сталкивались с давлением, цензурой или репрессиями со стороны властей. Поскольку влияние на реалии в Беларуси и тута, и онлайнера было огромным, режим Лукашенко периодически пытался осадить оба издания задолго до разгрома независимой прессы в 20-21 годах. Самая главная история про онлайнер и Тутбай, это когда онлайнер заблокировали из-за их нежелания указывать цены только в белорусской валюте. Несмотря на все соперничество, сотрудники Тутбай фотографировали с какими-то плакатами «Живи онлайнер» и прочее. А когда было дело Белта, мы все настолько ощутили поддержку коллег с онлайнера, что это было просто удивительно. Существование Тутбай и онлайнера, но оно, мне кажется, скорее было вопреки обстоятельствам, чем благодаря им. Потому что государству не нужны были такие медиа. Свободные и готовые просто критиковать кого бы то ни было. В нынешних обстоятельствах, мне кажется, что такой проект, ну, как Тутбай или онлайнер, не может существовать в Беларуси. Ну, просто потому что ты как по минному полю шагаешь и не понимаешь, что именно может послужить триггером. И это большая беда белорусских медиа, в принципе. Потому что внутри страны ты не можешь писать на какие-то темы. Они считаются просто запретными. Если ты работаешь извне, то ты тоже не можешь писать на какие-то темы, просто потому что у тебя нет доступа к источникам информации. Многие твои спикеры отказываются с тобой говорить. Многие спикеры опасаются за свою жизнь. Ко многим спикерам ты просто не имеешь доступа. Просто потому что ты находишься далеко. И это проблема, это беда, это катастрофа. Потому что независимые медиа, они фактически не имеют никакой возможности эффективно работать. Дело Белта. В 2018 году, когда нас обвинили в том, что мы тырим материалы белорусского государственного агентства. И тогда говорили о том, что это был какой-то заказ со стороны госорганов, которые подумали, что Тудбай становится слишком чрезмерно популярным, поэтому надо немножко претушить. А сейчас, когда многие уехали, в том числе некоторые из силовиков, которые занимались этим делом, они это подтвердили. Мне кажется, что это были совсем нечестные методы. Многие компании, многие бизнесмены, многие государственные чиновники просили снимать новости. После того, как они вышли, у нас был обычный ответ, что новость уже вышла, новость уже разошлась. И если ее сейчас снять, то вы получите вторую новость. Уже не на Тудбай, а в других местах про то, что Тудбай цензурирует, про то, что такая-то новость исчезла, и вы получите еще худший эффект. Вот. Было несколько кейсов, когда власти, по сути, напрямую нам угрожали закрытием или еще чем-то, блокировками, в случае, если мы не снимем ту или иную новость. Помимо живучести в условиях постоянных ограничений, оба портала выделял высочайший уровень профессионализма в поиске, проверке, упаковке и подаче информации. Тут и онлайнер порой даже становились законодателями стилистической моды в том или ином жанре. Достигалось это благодаря командам журналистов, которые постоянно прирастали высококлассными кадрами и постоянно держали обратную связь с читателями. Онлайнер — это опыт. Это бесценный опыт работы в большом медиа. Когда ты получаешь сиюсекундный фидбэк на свою работу от людей, которые тебя читают. Это опыт общения и взаимодействия с совершенно разными людьми из других сфер, из твоей сферы. Это принятие суровой действительности. Потому что, когда ты работаешь в каких-то нишевых проектах, нишевых медиа, ты часто находишься в мире с розовыми пони. Но тут тебя прибивает суровой реальностью. Ты понимаешь, что иногда мир не такой, как тебе кажется. И это способ адекватно воспринимать реальность и смотреть на вещи. Еще это друзья. У меня до сих пор осталось много друзей, с которыми вместе я работал на онлайнере. И с которыми я до сих пор встречаюсь. Мы обсуждаем какие-то вещи и просто весело проводим время. Потому что, как я говорил, это была не только работа. Это было что-то большее. Для меня лично такие истории – это истории не то, как тут что-то написал и что-то кардинально изменилось, хотя такое тоже было. А для меня, например, это влияние, оно оказывалось через какие-то маленькие житейские истории. Наверное, в первый раз я это осознала, когда, по-моему, это был 2014 или 2015 год, я точно не помню, маленький мальчик из Украины лечился в Гомеле, и не хватало денег на продолжение лечения. И они с мамой стали шить снеговички. Мы узнали об этой истории и кинули клич просто среди наших читателей. И вот редакция, вечер, я выхожу из редакции, и я просто вижу огромную толпу людей, которая на столах шьет эти снеговички, передает какие-то команды, делится какими-то лоскутками. Причем люди были не только из Минска, они приезжали из разных уголков Беларуси. И вот тогда у меня щелкнуло, что это какая-то консолидация общества, и у меня такое, неужели это сделали мы? Ну, так оно, в общем-то, получилось. Это сделали мы. Онлайнер оказался чуть ли не единственным незаблокированным СМИ в первые дни протестов. И многие люди узнавали, что вообще происходит по онлайнерам. Там какие-то сумасшедшие миллионы просмотров были под всеми этими текстами, просто потому, что людям некуда больше было идти и где читать это все. Потом, да, то есть когда люди видели жилетку пресса, многие просто на улице останавливались и благодарили. Благодарили за работу, благодарили за то, что, ну, по сути, мы так же рискуем собой, как и все, потому что уже начинались какие-то задержания журналистов, еще что-то. Вот. Когда я приехал в Жодино, когда на Белазе был стихийный митинг, действительно было ощущение, что тебя встречают вот рабочие, как рок-звезду. Просто скандируют пресса и кричат, расскажите всему миру, что у нас тут происходит. Снимайте, снимайте, снимайте. И ты просто достаешь свой телефон и начинаешь снимать. Самый яркий день, как у многих журналистов, это, конечно, 9-го, 9-го жнивня 2020 года, потому что мы працевали весь день, всю ночь, и наступный тыдень мы працевали круглосутково, мы писали, осветляли все падеи, это было немогчимо не робить. И мы на той момент, вот это 9-го, для меня был просто шок, что в моей Украине, в принципе, такое махчимо, что махчимо кидать светло-шумовые гранаты, махчимо стрелять у людей, так сбивать. Это был, это был, конечно, жудостный для меня такий день, но он и яркий, самый-самый запоминальный, я часто его вспоминаю, конечно. Однако для обеих редакций последствия августа 2020-го обернулись необратимыми последствиями. Власти уничтожили Тутбай, как СМИ, разгромив редакцию и посадив тюрьму главного редактора Марину Золотову вместе с некоторыми другими сотрудниками. Онлайнер же сменил все высшее руководство и отказался от услуг практически всех ведущих журналистов. В медиаполе издание сохранилось лишь благодаря тому, что сменила тональность и полностью отказалась освещать общественно-политическую жизнь страны, переключившись на работу с социальной тематикой. Не только бы меня позволили, но я решила, что после всего я не могу снова просто писать про некие таки побытовые больше речи, чем... Я не смогу писать про побытовые речи, когда в Украине вот такое отбывается. Поэтому, на жаль, нам довелось разъяснить. Писали вот той онлайнер, онлайнер того часа, это той онлайнер, которым я казала, это кераминство могу сказать любому человеку, это той онлайнер, которым я хочу працаваць, это той классный онлайнер, это онлайнер с коментарами, это онлайнер с людьми, которые допомагают один-одному, это онлайнер, в котором есть комьюнити, готовая, не ведуя, собрать за один день на пагорельцам, на ремонт кватеры, готовая 200 за 300 километров до помогу и какую-нибудь глухую вёску да это вот те люди которыми можно гонориться классный онлайнер то того часу я лечу золотый час онлайнером 18 мая тут бай разгромили собственно к этому моменту были разгромлены почти все сми вот и сейчас остатки там добивают каких нибудь белорусов и рынок региональные сми онлайнера все хорошо собственно вот конкуренция закончилась тут был и есть самым успешным медиа восточной европе то есть портал который скажем так захватил интересы такого количества процентов там населения какой-то страны такого успеха как бы не было плюс тут стоило бы придумать потому что на самом деле портал вел летопис страны на протяжении 20 лет и ни одно другое здание в беларуси включая государственное этим похвастаться общем то не может очевидно что шерлок и мариарти наших независимых сми пройдя через рейхенбард 20 поставили точку в своем многолетнем споре тем самым в истории страны закончилась целая информационная эпоха однако за это время в стране появились сотни новых онлайн-медиа на любой вкус а вместе с ними и более широкой яркой разнообразной стала и картина мира прежде видимая белорусами в основном глазами тута и онлайнера